Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наше изучение книги Седор Лам в переводе и комментарии доктора Хайма Кугенхаймера. Сегодня у нас седьмая лекция и будет касаться она нашей недельной главы Лах-Лаха. Дело в том, что в главе Лах-Лаха фигурируют какие даты, фигурирует много событий. Для всех их надо будет дать кронологию и надо будет определить период. Недавно на интернете пролетел шутка, анекдот перед Рошашеной нашей, что приходит нееврей к еврею и говорит, послушай, какой год вы сейчас отмечаете? Еврей ему говорит, 5781. Так спрашиваете, вы не еврей? Ох, как хорошо! Скажи мне, пожалуйста, чем там закончится 2020? В действительности, что происходило в 2020 году о сотворении мира? В этом анекдоте еврей так и не рассказывает ничего своему нееврейскому приятелю. И, наверное, потому что, может быть, сам особо и не задумывался, что значительного происходило в этот период времени, согласно нашей хронологии в этом году. Поэтому сегодня мы как раз займемся этим периодом. И, может быть, под конец этой лекции, если нас действительно кто-то спросит, что происходило в 2020, 2020, 2021, 2022 году, мы, наверное, с легкостью можем сказать, согласно нашей хронологии, что происходило в этом период времени. Итак, дорогие друзья, мы начинаем квн. Нервных прошу удалиться. Давайте-ка вспомним с вами, что происходит в нашей недельной главе. Авраам Авину в 75 лет выходит из города Харан. Всевышний ему говорит, чтобы он покинул город Харан, полоца своего, земли своего рождения, и пошел в землю Кнаан. Делает Авраам Авину так, он идет со своим братом, своей женой Сарой, сыном своего брата Лотом. Они приходят в Израиль, в Израиле голод, они спускаются в Египет, там фараон хватает Сару, потом Сару чудесным образом освобождается от власти фараона. Авраам Авину, разбогатев и Лот разбогатев возвращаются в Израиль, в Кнаан, там они не могут жить вместе, Лот переселяется в сторону Содома, потому что имущества много, а в это время как раз к Содому подходят четыре вавилонских царя, грабят там все, хватают Лота, вносят его в плен. Авраам Авину узнает об этом, он гонится за ними, настигает обоз с награбленным, освобождает Лот, освобождает людей, освобождает награбленных, возвращает назад. Приходит в Иерусалим, встречается с Малкицедаком, встречается с царем Содома, возвращает царю Содому его имущество. После этого начинается, всевышний разговаривает с Авраам Авину. Давайте обратимся к тексту, прочитаем это для нас, это будет очень важно. Текст говорит нам следующее. Это 15-й раздел по цифровой номенклатуре наших книг, нумерации, и было после всех этих событий, после всего того, что я вам перечислил, слово Всевышнего был к Аврааму в видении, говоря, «Не бойся, Авраам, я от тебя защита, велика твоя заслуга, награда». И Авраам Авину жалуется, что у него нет детей, и Всевышний ему говорит, вышедший из тебя твой потомок унаследует тебя, он вывел его и сказал, «Посмотри на звезды, так же, как ты видишь, безобесчисленные звезды, вот таким будет твое зар-эха». Ключевое слово «твое потомство», зар-эха, запомните это слово. Написано в шестой строчке, важная вещь, «И поверил он Авраам Авину по Всевышнему, это засчиталось ему праведностью». То есть после того, как Авраам Авину услышал от Всевышнего, что в нем будут потомства, в нем будут дети, он поверил во Всевышнему. Он поверил Всевышнему. Но однако с седьмой строчки у нас начинается опять обращение Всевышнему к Авраам Авину, и нам кажется, что это продолжение одного и того же. «И сказал ему, я Всевышний, который выявил тебя из Ура-Аздим, чтобы дать тебе эту землю». И на это Авраам Авину отвечает, «А откуда я узнаю, что я ее унаследую?». То есть уже многие авторы обратили внимание, что в шестой строчке написано, что Авраам Авину поверил, потому что ему Всевышний сказал, и это ему праведностью засчитывается. А тут строчку спустя он говорит, откуда я буду знать, что я унаследую ее? Как-то некие сомнения проскальзываются. Потом идет целая процедура по поводу рассеченных туш животных, всех кроме птицы. Это союз, который заключил Всевышний с Авраама Авину. Это все происходит в пророческом видении. И говорит он ему, знай, что китайцами будут твои потомки, зар-ахо, опять вспомните это слово, в земле, которая не их. Будут там их угнетать и притеснять. 400 лет. 400 лет евреи будут в земле, не их. И там какой-то период времени будут угнетать. Потом этот народ будет осужден, и евреи выйдут оттуда с великим имуществом. Ты умрешь с покойной старости, будешь похоронен. И четвертое поколение вернется сюда, потому что до сих, пока еще грех эмурийцев не запереполнен. И вот это вот союз, который мы называем Бибрид-Бен-Аптарим. Смотрите, теперь давайте обратимся к книге Седер-Олам, прочитаем, что нам там говорится. Нам говорится следующую вещь. Авраама Авину было в момент, как разговаривал Всевышний на союзе Бибрид-Бен-Аптарим, 70 лет, 70 лет, думаю, это видимо, потому что написано. И было по прошествии 430 лет после пребывания евреев в Египте. После того, как Всевышний поговорил с Авраам Авину, Авраам Авину вернулся назад в Харан, пожил там еще 5 лет, как написано, и было Авраам Авину 75 лет, когда он вышел из Харана. Стоп кадр, дай Бог разобраться с этим. То есть отсюда, давайте вот мы возьмем такую вот графу. Я здесь нарисовал, простите мои художества, если они не совсем выдерживают масштаб. Но я думаю, идея должна быть понятна. Смотрите, дорогие друзья, здесь в принципе все должно быть более-менее наглядно и понятно. Мы с вами уже говорили, что в 1656 году был потоп, 340 лет после этого, то есть в 1996 году был Вавилон, событие Вавилонской башни, и что в этот период времени Авраам Авину было 48 лет. Мы об этом всем говорили в предыдущих лекциях, поэтому возвращаться на это не будем. Давайте теперь посмотрим. Если так, когда Авраам Авину выходит из Харана, 75 лет выходит из Харана, это происходит в 2023 году. Ну вот как раз, вот так вот интересно уже, как говорится, ближе к нашему времени. В 2023 году. Когда у Авраама Авину рождается его сын Ицхак, Авраам Авину 100 лет, это тоже в Торе открытым образом написано. Так, это в 2048 году. Значит, у нас есть цифра номер один в союзе Бритбен-Афтарим, говорится, что 400 лет твое потомство будет в земле, которая не их. Потомство у Авраама Авину называет, вот это слово «зара», «хазера», которое я несколько раз обращал внимание, оно написано, Всевышний сам говорит Авраам Авину, что Ицхак, его сын, будет иметь этот титул, называться «твое потомство», которым Всевышний заключил союз. То есть, потомство Авраама Авину, чтобы оно пребывало в странах, которые не их, или в земле, которые не их, оно должно появиться. После этого оно может пребывать. Вот появилось оно в этом году, в 2048 году. Авраама Авину было 100 лет. Опять все это, понятно, сотворение мира по подсчету, как мы это считаем. Очень важная фраза. То есть 400 лет после рождения Ицхака, если мы посмотрим, у нас получится 2448 год. Вот такая вот красивая дата, симметричная. 2448 год. В этом проблем никаких нет. Все вроде красиво, все нормально. Теперь нам необходимо посмотреть книгу мод. Не шмот. У нас есть другая интересная фраза. Очень интересная строчка, которая говорит буквально следующее. Обратите ваше внимание. Пребывание евреев в земле египетской 430 лет. И было после 430 лет, вывел Всевышний, именно в этот день вывел Всевышний всю свою армию из Египта. То есть у нас появляется цифра 400 лет. То есть казалось бы, причем вот от этой даты надо отсчитывать 430 лет, а от 248 тоже получается. Если мы отсчитаем от 2448 года, то Ицхак, вот это у нас 400 лет. Если мы отсчитаем от этих лет назад, здесь у нас разница между этой точкой и этой 25 лет. 75 лет Абрама Вину, 100 лет Абрама Вину, правильно? Значит, у нас 30 лет от этого будет, когда Абрама Вину, 70 лет. И в это время, это у нас получается 2018 год, когда Абрама Вину было 70 лет. Подается вопрос, что произошло вот в этот период, который вот как вот рассчитывается через 430 лет до выхода из Египта. Согласно интерпретации... У нас не написано, что в этот период произошло. Согласно интерпретации Седер Олам, разговор Всевышнего, союз Всевышнего между рассеченными тушами, между Всевышним и Абрамом, произошел вот в этот период времени. Вот именно в этот год, в 2018 году, произошел этот союз. То есть, все, что у нас написано в книге Борис Шин. Значит, в 15-й ее части, начиная с седьмой строчки и дальше, произошло, когда Абрама Вину было 70 лет. Там мы видим открыто, что то, что там написано в Торе, происходит в Израиле. Ара Седер Олам, автор, говорит, что вот 30 лет до рождения Ицхака был этот союз. Он связывает эту дату с этим союзом. А потом в этом союзе открыто написано, что четвертое поколение вернется сюда. Значит, это все происходит в Израиле. Получается, что Абрама Вину в 70-летнем возрасте уже был в земле Кнаан, в земле Израиля, в земле Кнаан. Что же получается? А в 75 лет он выходит из города Харан. Поэтому Седер Олам говорит нам то, что он сказал, что Абрама Вину пришел в Эрц Кнаан. Когда ему было? В 70 лет из города Ур-Каздин, Ура-Салдейского. Абрама Вину в 70 лет вышел, точнее, Абрама Вину пришел в 70 лет в Израиль. Мы не знаем, когда он вышел из Ур-Каздин, согласно этому интерпретации. В 70 лет он пришел в Израиль. Здесь он заключил союз со Всевышним, то, что называется союз между рассеченными телами. У нас это строчка 7 и дальше, в 15-й главе, в 15-м разделе. Потом он вернулся назад в Харан, прожил там 5 лет и в 75 лет оттуда вышел. То есть, согласно Седер Оламу, Абрама Вину приходил в Израиль, потом уходил оттуда, потом опять пришел в Израиль. Это интерпретация Седера Олам. То есть, Седер Олам, его ключевая вещь, он отсчитывает 430 лет назад. Получается, что Абрама Вину было в это время 70 лет. Что в это время произошло? Интерпретация Седера Олам, что в это время произошло союз между расселенными телами. Это интерпретация Седера Олам. Согласны ли... Ну, прежде чем мы об этом поговорим, посмотрите, какую интересную проблему решает, помимо гармонизации цифр, какую интересную проблему Седер Олам решает. Как мы с вами уже сказали, и давайте глянем, чтобы быть, как говорится, наглядными, наглядно этого увидеть. У нас написано в шестой строчке, когда Абрама Вину говорят, что у него будет потомство, как звезды небесные. Он поверил во Всевышний. Это ему и посчиталось как праведность. А на восьмой строчке он уже просит у Всевышнего, откуда я знаю, что так произойдет, как ты мне... Что я у нас следую Землю. Понятно, тут говорится о детях, здесь говорится о земле, и, может быть, есть различные интерпретации, как это понимать. Но вот в шестой строчке какая-то сильная вера, а в восьмой строчке есть какой-то элемент сомнения, раз он говорит, откуда я буду знать, что так будет. Согласно автору Седору Ламы, эта проблема решена, потому что все, что произошло в восьмой строчке, то есть в седьмой и дальше, все это произошло, когда Абрама Вину было 70 лет. А все, что произошло с первой строчки по шестую, это произошло, когда Абрама Вину было 75 лет. То есть в период 70-летия своего по Абрама Вину еще в его духовном развитии были какие-то элементы маленькие, сомнения по поводу некоторых вопросов, но в 75 лет их уже не было. Спорно показывается рост духовной Абрамы. Вот такая вот интерпретация дается Седору Ламаму. Приходил, уходил и опять приходил. Как говорится, я уходя, хожу. Так вот, согласны ли все из наших комментаторов с этим? Нет, не согласны. Допустим, Ибнезра открыто говорит. У нас есть даты, которые не написано, откуда надо считать этот отчет. Их в Танахе много. Первая дата книги Эскеля и дата в два года, что фараон видит свой сон и было под конец двухлетнего периода, откуда его отчитывают. У нас таких дат будет много, и мы с ними будем встречаться. И понятно, откуда отчитывать эту дату. И поэтому Седору Лама решение, что надо ее отчитывать от союза между расчлененными телами, и что это произошло за пять лет до того, как Авраам Абин пришел на постоянное место жительства в Израиле. Он погрестивой сначала, потому что, это интерпретация Седора Лама. Ибнезра с ней не согласен. Он говорит, нет необходимости для всего этого. Пришел, по гостевой приехал, как вот знаете, многие евреи делали в 80-е годы. Сначала по гостепой приезжали в Израиль, присматривались, потом на постоянное место жительства приезжали туда. Не нужно для всего этого, говорит Ибнезра, это все не нужно. Мы можем проще сказать, почему мы должны ставить вот сюда союз между расчлененными телами. Почему его не сделать, вот как он должен быть после того, как Авраам Абину пришел на совсем Израиль, после Египта, после разделения с Лотом, после войны, после возвращения Лота, после всех этих дел. А что же произошло здесь, когда было 70 лет? Ему откуда считывать 430 лет? Ибнезра говорит, это время, когда Авраам Абину вышел из города Урказдим. Вот это вот мнение Ибнезра. Он вышел из города Урказдим, когда ему было 70 лет. Он пришел в Харан, жил в Харане 75 лет, извиняюсь, 5 лет, до 75 лет, и потом вышел оттуда на совсем Израиль. Вот это мнение Ибнезра. То есть Ибнезра 430 лет, отчитывая назад, говорит, что событие, которое здесь произошло, не Бритбен Афтарим, а событие, это Авраам Абину вышел из города Урказдим. Еще интереснее мнение Рамбана, Рабим Моше бен Нахмана на эту тему. Рабим Моше бен Нахман говорит, что Бритбен Афтарим, он тоже не признает интерпретацию Седора Лана, он говорит, Бритбен Афтарим был несколько лет после того, как Авраам Абину пришел в Израиль. То есть ему не 75 лет было, ему уже около 80 было, или сколько там дальше. Он был намного позже. И 430 лет надо вот от прихода Авраама Абину рассчитывать в Израиль, или даже, может, отбриттан Афтарим вот этого. Согласно Рамбану, евреи не вышли вот в это время из Египта. Согласно Рамбану, 400 лет, говорит Рамбан, то, что было изначально обещано, что потомки будут не в своей земле. Это то, что было изначально, но все пророчества, они условные, в зависимости от хорошего поведения, от исполнения, от веры, от милости. Кто сказал, говорит Рамбан, что этот период не может продлиться? Почему 430 лет, обязательно 30 лет назад где-то надо искать? Прибавьте их вперед, говорит Рамбан. У нас же нет ни у кого никакого сомнения, что на 40 лет задержали в пустыне евреев, и они там блуждали, потому что грех, за грехи евреев в пустыне, за их плохое поведение. Говорит Рамбан, кто вам сказал, что за грехи евреев в Египте не могло изгнание продлиться еще на 30 лет? То есть, Рамбан эти 30 лет относит вперед. Понятно, что он не признает 210 лет, период времени, который, согласно Седору-Ламу, евреи жили в Египте, в рабстве, проживали в Египте. Все египетское изгнание продлилось 210 лет, согласно Седору-Ламу. Рамбан эту цифру не поддерживает. В своем комментарии к книге «Шмот» он предлагает другие цифры. В чем тут проблема? Почему такие видные еврейские мудрецы спорят с Седору-Ламом? Честно вам скажу, не они единственные. Из известных мне только Раши единственные из комментаторов, которые всегда следуют хронологии Седору-Ламу. Что касается остальных комментаторов и даже не комментаторов, а пост им великих, как Рамбама и других, они всегда в какие-то моменты оспаривают выводы Седору-Ламу. Почему? Это очень важно понять. Мы ни в коем случае не имеем права говорить, что вот каждый, кто хочет, по любому поводу имеет право спорить или оспаривать мнение наших мудрецов. Если мы видим, что кто-то из наших комментаторов не соглашается с чем-то в объяснении мудрецов, из этого мы тоже должны чему-то научиться. Что-то этот комментатор нам будет сказать. В данном случае что мы можем научиться? Мы перечитали предыдущие главы «Бавилонскую башню» и про Адама Ришона. Если почитать Раф Шимшон и Рафаэля Гирша, у него тоже проблемы расселения языков не происходят. Мгновенно, как это по Седору-Ламу получается, происходит в течение длительного периода времени. То есть, почему все эти великие еврейские комментаторы, прекрасно зная Седору-Ламу, и его выводы при этом предлагают другую хронологию. Чем это объяснить? Что они знали о Седору-Ламе? Что они хотят научить нас о Седору-Ламе? Научить они нас хотят очень важную вещь. Что Седору-Лам не является традицией Атмошарабейна. То есть, не всякая цифра, которая выводится Седору-Ламам, это традиция Атмошарабейна. Потому что иначе никогда не позволили бы наши средневековые комментаторы спорить с заключениями Седору-Лам. Они видят в Седору-Лам именно то, чем он и является интеллектуальной наработкой наших мудрецов, используя традиционный логический способ интерпретации текста Танаха для создания гармоничной хронологии. Означает ли это, что это единственный способ понимания строчки? Означает ли это, что с этим нельзя спорить? Конечно же, нет. И именно поэтому наши комплектаторы не стесняются не чувствуют никакой ингибии, чтобы не выразить некую альтернативную интерпретацию. В данном случае наш Ирамбан и Ибанезра научили очень интересные вещи, что интерпретация Седору-Лама это вот эту вот рассчитываемую цифру 30 лет, 430 лет до изъебина сказать, ну что же тогда произошло? Седор-Лам говорит, Бритбен Афтари. И Бенезер говорит, а я считаю, в это время он из Урказни вышел. Арамбан говорит, другую вещь, а кто вам сказал, что это вообще все похоже не могло произойти? Потому что из-за грехи вещи задержались и продлились. У нас есть такие прецеденты в Торе. То есть интерпретации хронологии могут быть различными, и в данном случае еще раз не интерпретация Рамбана была в конечном итоге принята всем еврейским народом и не интерпретация Ибнезры может быть традиционно наш 5781 год рассчитывается на основе Седор-Лама, а не на основе тех мнений, которые с ним спорят. При этом мы должны с вами понимать, что вот эти логические интерпретации, которые делает Седор-Ламб, это некие выводы, выводы очень авторитетные, которые заслуживают внимания, требуют изучения и понимания, уважения всяческого, торы, но при этом не являются единственным способом понимания торы. Более того, мы с вами увидим, что иногда и в Талмуде существуют параллельные интерпретации и не всегда интерпретация в Седор-Ламб является единственной даже для Талмудических применений. Именно поэтому плюрализм в этих вопросах существует даже среди наших комментаторов, и в этом нет ничего плохого. Иудаизм вообще избегает догматизма. Настоящий иудаизм это живая развивающаяся система. Иногда индивидуально, иногда на основе традиций и так далее, комбинации вот этих двух способов. В любом случае мы продолжим с вами хронологию событий главы Лех-Леха в нашей восьмой лекции. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы, критикуйте и не забывайте ставить лайки. Всего вам хорошего, до новых встреч в эфире. Так что, кстати, на ответ на наш вопрос. Если кому-то интересно, что произошло в 2020 году по еврейской хронологии, то тогда скажите, в это время Авраам Аввину был на пути в Израиль. А согласно некоторым мнениям, уже и союз со Всевышним произошел как два года, что эта земля дастся, будет дана потомкам Авраам Аввину. И вот до тех пор пока в 2023 году он не переехал туда на постоянное место. Вот такие вот события имели место в те времена. Большое спасибо вам всем за внимание. До новых встреч в эфире.